Разыскивается белый мотоцикл предположительно марки Кавасаки. Такая ориентировка поступила сегодня. Около 11 утра на улице Власихинской произошло ДТП. Мотоцикл наехал на несовершеннолетнего пешехода. Ребенок получил травмы различной степени тяжести. Мотоциклист же с места происшествия скрылся. Цифры по количеству ДТП с участием мотоциклов увеличиваются с каждым днем. На территории Барнаула зарегистрировано 21 дорожно-транспортное происшествие, при 21 пострадавшем. Из них три несовершеннолетних водителя мототранспорта. В этом году количество летальных исходов по мото ДТП ноль. Однако последствия могут быть серьезными. Сейчас у нас есть несколько пациентов, в том числе и в реанимационном отделении. Очень тяжелая несовершеннолетняя пациентка, которая двигалась с братом на мотоцикле без мотошлема. В результате аварии получила очень тяжелую травму черепно-мозговую, травму таза, которая потребует этапных хирургических вмешательств. Как правило, подобные ДТП характерны тяжелыми черепно-мозговыми травмами, причем зачастую открытыми. Травмами конечностей таза и внутренних органов. Такие травмы могут привести к летальному исходу прямо на месте происшествия. Госавтоинспекция проводит постоянно профилактические рейды и мероприятия. Их уже насчитывается свыше двух тысяч, которые у нас направлены на профилактику нарушений водителями мототранспорта. Работа проделывается масштабно именно с подростками, которые сейчас в настоящее время управляют мотоциклами эндуро. А он у нас чистится как спортинвентарь на дорогах общего пользования. С начала мотосезона, а именно с 1 апреля, зарегистрировано более 200 административных правонарушений, совершенных водителями мототранспорта. Госавтоинспекция напоминает о соблюдениях правил безопасности и осторожности на дорогах. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов, Владислав Ковалев. День с толком.